Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. В сегодняшнем видео я проверю работоспособность электронных диф-автоматов и УЗО при разных уровнях напряжения и в окончательном итоге определю минимальную и максимальную величину напряжения, при котором диф-автоматы и УЗО еще будут сохранять свою работоспособность. Для чего это нужно? Все же мы знаем, что обрыв нуля в трехвазной сети вызывает колебания напряжения у потребителя в достаточно широких пределах, можно смело сказать от нуля до 440 вольт, что естественно может негативно сказаться и на их работоспособности в том числе. Сейчас даваться в подробности обрыва нуля я не буду, так как неоднократно уже рассказывал об этом на канале, ставил различные наглядные эксперименты и так далее. Безусловно, если у вас установлено реле напряжения, то нет смысла переживать, так как оно мгновенно, ну а некоторые не совсем мгновенно, вы об этом уже знаете из соответствующего видеоролика, среагируют и отключат потребителя. Но что делать, когда реле нету, отсутствует? Что в этом случае будет с УЗО и диф-автоматами при снижении напряжения либо его повышении? И при какой величине они еще будут сохранять свою работоспособность? Но прежде чем приступлю, хотел бы сделать некоторые пояснения. А то в комментариях некоторые товарищи иногда делают мне поправки, мол я неправильно или не совсем правильно именую эти аппараты, что нет таких названий УЗО и диф-автоматы, что нет таких понятий электронное и электромеханическое и в принципе они отчасти правы. Поясню, согласно ГОСТ ЕЭК-61008, именуемые мной УЗО корректно называются выключателями автоматическими, управляемые дифференциальным током без встроенной защиты от сверхтоков, ну или сокращенно ВДТ. Все правильно. По-буржуйски такие аппараты обозначаются как RCCB, то есть в переводе с английского как управляемый дифференциальным током выключатель, не предназначенный для выполнения функции защиты от сверхтоков. ВДТ, в свою очередь, разделяются на два типа. Независимые от напряжения сети и зависимые от напряжения сети. Так вот именно эти аппараты мы, электрики, условно и называем на своем техническом сленге электромеханическими и электронными, что в принципе вполне логично. Ну вот, электромеханические, потому что у них отсутствуют какие-либо электронные компоненты, для работы которых необходим источник питания. Ну, соответственно, он берется от сети. Эти устройства реагируют на уставку потока утечки в любом состоянии, хоть подключены к сети, хоть нет. Собственно, это я и показывал неоднократно на своем канале, когда проверял такие устройства с помощью той же батарейки или постоянного магнита. Электронные УЗО как раз таки и нуждаются в питании от сети для работы их платы управления. И они уже не срабатывают от обычной батарейки или того же магнита. Идем далее. Теперь будем классифицировать наши как бы электронные УЗО, так сказать. То есть, зависящие от напряжения сети. Так вот, ВДТ, ну то есть УЗО, функционально зависящие от напряжения сети. Ну, они же электронные, как я уже сказал, разделяются еще на два типа. Первые, это которые размыкаются в случае исчезновения напряжения сети. И вторые, которые не размыкаются в случае исчезновения напряжения сети. Скажу честно, что первый тип я на своей практике еще ни разу не встречал. Возможно, что они дорогостоящие и к нам в Россию даже не поставляются. Хотя очень хотелось бы их видеть на рынке по понятной тому причине. Но и это еще не все. УЗО, они же ВДТ, функционально зависящие от напряжения сети. И, которые размыкаются в случае исчезновения напряжения сети, делятся еще на два типа. Первые, это автоматически повторно замыкающиеся при восстановлении напряжения сети. Ну и вторые, соответственно, автоматически повторно не замыкающиеся при восстановлении напряжения сети. Ну, здесь суть понятна. Это наличие или отсутствие функции АПВ, то есть автоматического повторного включения устройств. Вот таких устройств я тоже не видал на своем веку. А очень хотелось бы. Ну и это еще не все. ВДТ, то есть они же УЗО, функционально зависящие от напряжения сети и не размыкающиеся в случае исчезновения напряжения сети, делятся тоже на два типа. Первые, которые способны рассыпляться в случае аварийной ситуации, например, при замыкании на землю, возникающей вследствие аварий в электросети. И вторые, не способны рассыпляться в случае аварийной ситуации. Здесь, в принципе, все понятно. Видимо, где-то есть в природе такие УЗО, ВДТ, зависящие от напряжения сети, но при его исчезновении в то же время могут сохранять свою работоспособность и в случае аварийной ситуации расцепляться. В принципе, на этом классификация УЗО заканчивается. Еще раз повторюсь, жаль, что к нам на рынок поступают УЗО, они же ВДТ, либо не зависящие от напряжения сети, по-нашему электромеханические, либо зависящие от напряжения, но которые в случае исчезновения напряжения не рассыпляются даже в случае аварийной ситуации. По-нашему это электронные. Собственно, последние и значительно дешевле электромеханических, и они сейчас перед вами и представлены. Ну и сейчас я тут все рассказывал, больше ссылаясь на УЗО, но абсолютно аналогичная классификация имеется и у дифавтоматов. Согласно ГОСТа ЕК 61009, именуемый мной дифавтоматой или дифы сокращенно, корректно называются выключателями автоматическими, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, ну или сокращенно АВДТ. По-буржуйски такие аппараты обозначаются как RCBO, что в переводе и обозначает как управляемый дифференциальным током автоматический выключатель, предназначенный для выполнения защиты от сверхтока. Помимо ГОСТов ЕК 61008 и 61009, существуют и наши ГОСТы, это ГОСТ 31603, ГОСТ 53326 и ГОСТ 51327. В них выполнена абсолютно такая же классификация. Есть там некоторые небольшие различия, но они незначительные и больше относятся уже к испытаниям данных устройств. Так, вернемся к нашим сленговым понятиям. Да, с точки зрения специалиста не совсем корректно назвать вещи не своими именами. Но дело в том, что понятия УЗО и дифавтоматы уже настолько влились в нашу жизнь, в наши умы, что нет смысла, наверное, переучивать граждан и коллег на более правильные понятия. К тому же, во многих инструкциях по эксплуатации, в тех же правилах ПУА и ПТП и других, в многочисленных инструкциях и руководствах, в том числе на электроизмерительные приборы, которыми проверяются все эти устройства, также встречаются названия как УЗО и дифавтомат. И людям, наверное, так проще. Проще запомнить, проще понять и вообще почитать информацию про сленг. И как некоторые понятия, которые ранее считались сугубо сленговыми, плотно вошли в наш обиход, в наш язык. Вот вам пример. Дифавтомат. Смотрите, у него здесь на корпусе написано электромеханический, а здесь написано дифференциальный автомат. АВДТ. То есть дифференциальный автомат, он же дифавтомат, он же диф. И здесь написано электромеханический. То есть прям сам производитель все это указывает в таком виде на своих корпусах. И это не единственный пример. Да, кстати, вот к этому экземпляру я вернусь в самое ближайшее время. Он очень оказался интересным. Так что, если не хотите пропустить самое интересное, подписывайтесь на канал, следите за выходом новых видеороликов, видеосюжетов. Идем далее. Еще раз скажу, что я не сторонник подмены понятий и названий, но в данном случае я считаю это вполне оправданным. А потому, если в дальнейшем я говорю, например, электромеханическое УЗО, то это значит, что я имею в виду выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков и функционально не зависящий от напряжения сети. Вот такая вот длинная расшифровка в таком коротком сленговом названии электромеханического УЗО. Если я говорю электронный дифф автомат или электронный дифф, то значит, я имею в виду выключатель автоматический, срабатывающий от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, функционально зависящий от напряжения сети и не размыкающийся в случае исчезновения напряжения сети. В общем, о чем я и сейчас чуть ранее и рассказывал. Думаю, с этим мы разобрались и больше к этому моменту возвращаться не будем. Ну а теперь приступим к самому интересному. А то получилось такое достаточно длинное вступление. Ну, как вы уже заметили, в качестве подопытных у нас будут следующие представители. ДИФ автомат АВДТ-32 от ИЭК. Это у нас УЗО ИЗИ-9 серии ИЗИ-9 от Шнайдер Электрик. Это у нас ДИФ автомат ДИФ-103 от Декрафт. И это у нас ДИФ автомат ТПЛН-32 от Томзн. Кстати, о нем есть отдельное видео про его проверку по дифференциальному току и времени срабатывания. То есть эти ДИФ автоматы я заказывал с Алиэкспресса и проверял их в полном объеме. Так, ну в общем, соединил в параллели все наши устройства. Это приходящее питание с уже известного вам устройства RITOM-21. Сейчас у нас напряжение 222 вольта. Ну, так сделал. Можно 220 пока поставить. Вот сейчас включаем все наши устройства. Вот, включил. Ну и с кнопки тест проверю сейчас при номинальном напряжении сети. Отключилось, 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 отключилось. То есть вы видите, устройства все исправные. Ну, давайте сделаем 280. Поехали. Сработало. 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 Давайте 330 сделаем. Так, поехали. Оп. Сработало. 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 Замечательно. Ну что, давайте сразу сделаем 380. Коль они у нас такие тут живучие оказались. То есть вот практически сымитировали обрыв трехфазной сети. И когда у нас самые наступают наихудшие моменты. И когда у нас приходит линейное напряжение к однофазной нагрузке. Вот сейчас этот момент и проверим. Сработало. 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 Сработали. Все устройства у нас сработали. Давайте 400. Включаю. Так, что-то у нас ИЭК не хочет включаться. 402 вольта. Он у нас не включается даже. Давайте немножко снизим напряжение. 390. Вот я поставил. 390. Работает. А давайте сейчас я буду плавно поднимать напряжение до 400. Оп. А вот у нас интересный момент выявился. При 400 вольтах у нас автоматически отключается диф-автомат. Вот такая вот особенность у нас получается здесь. А теперь давайте я буду поднимать 410 сделаю. Оп. А вот у нас сработал ТОМЗН. Взведем его еще раз. Ох ты, не успел. Еще раз. То есть автоматически отключается при 409 вольтах. Так, ну с ТОМЗН все понятно. Давайте дальше. Проверим при 410 вольт. Работу. Отлично. Работает. Увеличим напряжение до 400. А я... Ох ты. Так. Какое-то устройство вышло из строя. Дым пошел. Дым пошел. Вон, видите. В общем, там где-то коротнул. Какое-то устройство коротнуло. У меня вот сработала защита. Так, сейчас буду разбираться. Дым идет из Декрафта. По-моему. Перемычки убрал. Подключил и Шнайдер. 427 вольт. Вот здесь у меня вышло. Шнайдер, в принципе, работает. Запах едкий тут сейчас стоит. Не передать на камеру, конечно. Ну, давайте тогда его, что ли, на 440 уж попробуем. Больше нет смысла, наверное. 441. Работает. Работает. Можно сказать, что Шнайдер, УЗО от Шнайдера, выдержало напряжение питания 440 вольт. Кстати, не все даже реле напряжения, которые для этого предназначены, для защиты потребителей в однофазных сетях, не все реле напряжения выдерживают такое. Напомню вам, реле ЕКФ РВ-5А. Вот оно у нас вышло из строя гораздо раньше. Вот 500 вольт. 500 вольт. 500 вольт. Это фантастика. В принципе, так можно смело записать работоспособность до 500 вольт. В принципе, а почему и нет. Так, ну давайте сейчас разберемся с нашим Декрафтом. Подключил Декрафт, но навести не могу. Идет уже перегруз. В общем, это, как я и говорил, это оно у нас и вышло из строя. Задымление было от него. Так, ну в принципе, Декрафту можно смело обозначить работоспособность до 410 вольт. То есть при 410 вольтах оно было исправно, работало. А при 420 вольт, что-то плюс-минус тут 3 вольта, оно у нас вышло из строя. То есть уже внутренняя плата, внутренняя схема не выдержала такое напряжение. При этом, при этом хочу заметить, что оно у нас не сработало. То есть вот когда мы здесь повышали напряжение там до 400 вольт, ЕКФ дифавтомат у нас отключался, Томзен у нас отключался. А вот Декрафт просто промолчал и просто сгорел. Вот и все. Ну теперь я просто обязан проверить величиной 500 вольт ЕКФСКОРОЛЕ и китайский Томзен. Скачком. Посмотрим, как оно сработает. Сработало. Вот еще раз. Сработало. Давайте еще раз. При 500 вольт ДИФавтомат у нас срабатывает. Аналогично проверяем Томзен с напряжением 500 вольт. Поехали. Так. Отключилось. Еще раз. Ну что сказать. Сработало и при 500 вольтах. Вот наш Декрафт. Вот это вот пятно появилось, когда оно вышло из строя. Что-то в этой области сгорело. У него стрельнул варистер, скорее всего. Вот, кстати, смотрите механизм. Оп. То есть вот у нас контакт. И здесь вот эта вот катушечка, исполнительный уже механизм на отключение. Так вот. Оп. Разомкнулся. Еще раз. Оп. Включился. Только как-то вот еще не соусные контакты, но может то, что я разобрал, скорее всего. И вот опять отключение. Не выдержал наш Декрафт. 420 вольт. При минимальном уровне напряжения сильно ограничивается ток, проходящий через полюс или дифавтомата, через вот этот ограничительный резистор. Не совсем корректно проверять минимальное напряжение кнопкой тест. Нужно реально наводить ток утечки. Итак, напряжение 224 вольта. Ну так, покажу я вам. И пробуем увеличивать ток. 15 мА. 18-20. Оп. Ну, примерно 26. Сработало. А теперь я буду снижать уровень нашего напряжения. Даже можно сразу 70 вольт поставить. Вот. Выставил 70 вольт. Потихоньку увеличиваю ток. Проверим. Оп. 28 мА. То есть, дифавтомат у нас работоспособен. Давайте вот 50. Поехали. 23 мА. 25. Оп. 30 мА. Дифавтомат у нас сработал. В принципе, это еще находится в пределах нормы. Необходима уставка по срабатыванию. То есть, от 15 мА до 30. В принципе, при 50 вольтах дифавтомат еще остается работоспособным. Давайте сделаем 40 вольт. Попробуем. потихонечку поднимаем, 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 поднимаем. 20 мА. Так. 31. 40 вольт. Ток 37 мА утечки. То есть, уже не может сработать. Уже не может. Нужно либо ток добавить. 55 мА. Ну, не хватает мощности уже все. При 40 вольтах оно, вот оно, минимальное напряжение плюс-минус. Оп. Чуть-чуть добавил до 44-45, и оно сработало. Но это ненормально, потому что ток утечки был большой, не в норме. 35 вольт. Поехали. 30 мА. 35. 40. 50 мА. 60 мА. 100 мА. 150 мА. 200. Ну, в общем, все. А вот при 50 вольтах у нас оно еще... Остается в норме. То же самое проведем китайскому Томзену. Сразу выставил 50 вольт. Посмотрим. Поехали. 30 мА. Оп. 34 мА. 31 вольт. 34 мА. Давайте 20 сделаем вообще. Интересно стало. Что, неужели сработает? Оп. Тоже сработало. 10 вольт. Ток 39. 40 мА. 45. 50. 60. 100. В общем, 150. 200. Не работает. Давайте сделаем 15 вольт. Посмотрим. Оп. 36 мА. 16 вольт. Бедненький. Затрещал. 40 мА. 50. Не хватает чуть-чуть. Не хватает. То 200 мА. Ладно. Издеваться не будем. Поднимем его напряжение. Оп. Ну, в общем, 20 вольт, можно сказать. Очень странно, но не могу промерить Шнайдера моим устройством. Вот, поднимаю ток. 23 мА. При номинале 224 вольта. Оп. Идет авария. И идет авария. Аналогичная ситуация с аварией была, когда я подобным образом измерял время срабатывания устройства УЗДП. Там тоже, видимо, мощный исполнительный механизм установлен внутри. И мне как бы не хватало мощности источника. Но это очень странно. Вот. 72 мА. 30 вольт. И вот нашел я примерно границу, примерную границу Шнайдеровского УЗО. И в заключении я просто обязан показать, как ведет себя электромеханическое УЗО. Это у нас СДС-225Д, Хаггеровское, электромеханическое УЗО. Вот, чтобы у вас был наглядный пример разницы их работы. Вот. Срабатывает этот магнит. Вот у нас УЗО от ИТОН. У него уставка 0,03 Ампера. То есть это 30 мА. Так, сейчас у нас напряжение питания вот 13 вольт всего. Мы можем сделать вообще 10 вольт, без разницы. То есть это напряжение на его выводах. Включил наше УЗО. Теперь буду увеличивать ток через его полюс. Потихонечку. При 10 вольтах. 15. 20. Оп. 27 мА. УЗО у нас сработало. Даже при наличии уровня напряжения на вольтах всего 10 вольт. Да хоть 5 вольт можно сделать. В принципе, я это все показывал и в прошлый раз. То есть вот у нас вообще напряжение 0,07 вольт. Ну, это практически 0. УЗО включено. И проверяем. Оп. 26 там с копейками мА. Я сейчас не буду фиксировать. Это в данном случае не важно. То есть главное, что УЗО работоспособно при любом, при любом уровне напряжения на выводах. То же самое и у Хаггер. Увеличиваем ток. Напряжение при этом, видите, 0,07. То есть почти 0. Оп. Это примерно около 30 мА. УЗО сработало. Ну что, давайте подведем итоги. Диф автомат от Decraft. У меня не получилось измерить истинное минимальное напряжение, потому что он у меня вышел из строя при 420 вольтах. Изи 9. Ну, от кнопки сейчас нет смысла особо смотреть, потому что я уже провел более корректное измерение. Поэтому смотрим. 500 вольт. Да, молодец, выдерживает 500 вольт. Но при этом он не отключается. Хорошо было бы лишний раз отключить эту линию потребителя. Эту линию не суть важна. Вдруг у вас действительно нет реле напряжения. Хотя бы так. Хотя бы, как вот это делает ЕК и китайский Томст. Хотя бы отключить. Так, здесь примерно 30-50 вольт. Примерно 70 мА. А это многовато. Это 70 мА. Это уже опасно. ЕКовский диф автомат. Ну, 70 вольт это от кнопки. Так, при 395 вольтах. Еще сохраняет работоспособность. При 400 вольтах он у нас уже отключает линию. Это хорошо. 500 вольт он, в принципе, выдерживает. Пять раз я пробовал. И при этом также отключается, естественно. При 50 вольтах сохраняет свою работоспособность. При токе утечки 30 мА. Что укладывается в норму. Замечательно. Что еще сказать. И остается у нас китайский Томст. 100 вольт от кнопки. При 410 вольтах он у нас автоматически отключает потребителя. Также выдерживает 500 вольт. Пять раз. И также, соответственно, отключает потребителя. И сохраняет свою работоспособность аж при 20 вольтах. При токе, ну там, около 30-34 мА. Ну, здесь я еще дополнительно показал для наглядности, как ведут себя электромеханические узорки. При нуле вольтах, соответственно, они у нас срабатывают без проблем. И также выдерживает без проблем 500 вольт. Но не отключаются. Просто 500 вольт. 500 есть 500. Все. У них автоматическое отключение при 500. Ну, при повышенном каком-то напряжении нет. Нет. Учитывая имеющиеся измеренные значения, при обрыве нуля, в принципе, не так и критично применять электронный узор. Безусловно, моя рекомендация все еще остается за электромеханику. Тем не менее, посудите сами, насколько большая вероятность возникновения обрыва в трехвазной сети, при этом, чтобы напряжение снизилось у нас вот до таких порогов. И в это же время у нас случилось, например, пробой фазы на корпус. Ну, или еще что-либо. На самом деле, это достаточно маловероятно. То есть, чтобы сложились так успешно, в кавычках, два вот таких события. И обрыв нуля, и возникновение утечки. Вот такие вот у нас получаются выводы. Главное знать, понимать, как работает то или иное устройство при разных параметрах сети. И уже выбор сделать самостоятельно. В общем, вот такое получилось видео. Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет еще много всего интересного. Предлагайте какие-то свои варианты испытаний и измерений. Если у вас имеются какие-либо вопросы по данному эксперименту, то обязательно пишите в комментариях. Я по возможности всем отвечу. Всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok